Всем привет! Снова здравствуйте! И вот такое сегодня еще будет видео. Все вы видели, наверное, вот такие пустотелые дырявые модели, типа образ, да? Прикольно выглядят там под салфетки, может, еще что-то под светильники. Ну и вот, как это все сделать, если у вас вопрос такой возникал. Вот такие еще вот есть фигурки, динозавры, слоны, котики, собачки. И вот так это все можно сделать. Так, поехали разбираться, какими способами и как это все получится. Первым делом, что нужно сделать, это выбрать правильно позу и модель. Вот вы ее выбираете. Я позу не менял, просто одну руку чуть поднял, так, для динамики. И, короче, вот здесь вот все пообрезал, голову убрал, ноги. Вот так это все выглядит. Первый способ, какой есть. Это наносим маску и делаем, прорисовываем каждую вот эту вот пустоту. Вот таким образом все это наносится. Желательно, чтобы модель была высокополигональная. Два миллиона полигонов или хотя бы один, чтобы более-менее вот так это все нормально смотрелось. Где взять эту модель? Это уже ваше решение. С любой модели можно поменять позу и вот это все дело, так сказать, проделать. Первым делом, чтобы все это нормально смотрелось, нужно, конечно, правильно подобрать позу. Где-то нога там, чтобы динамичная она была, чтобы взгляд радовало. И потом вот это все дело делается. Так, ну что, по прошлом видео нажимаем экстракт и вот это все дело делаем толщину экстракта, который нам нужен и нажимаем экстракт. Затем, когда все это прогонится, жмем Ацепт. И у нас получается вот такая вот модель. Вот так она выглядит. Что потом можно будет с ней сделать? Можно с нее, можно поработать в деформации, поработать, допустим, если у вас полигруппы не одна, то Polish by group нажать. Все это дело прогонится, сделается все мягче, более-менее приятнее глазу и также можно релаксом поработать. Конечно, нужно рисунок, можно подыскать какой-то в интернете, наложить и вот обводить, чтобы более-менее как-то все глаз радовало. Не просто вот такие вот пустоты были, дырки, а вот именно, чтобы как-то все это было динамично, синхронно, красиво, словом. Так, второй способ, какой можно сделать. Переключимся опять на модель маскированную. Здесь это все будет, конечно, чуть-чуть похуже, но, в принципе, можно это все дело подкорректировать. Это уже будет выбираться, модель останется и с нее будет выбираться. Это вот visibility, вот эта вот клавиша. И жмем hit PT. Вот вы видите, что модель более-менее тоньше, мягче, приятней. Но вся загвоздка в чем, что вот эти вот круги, немножко они плоховато выглядят. Здесь, возможно, нам поможет опять же деформация и опять же релакс. Давайте посмотрим. Вот вы видите, что не катит это дело, все заполняется, пустоты. Вернемся назад. И вот теперь по этому способу просто нужно вот так вот распечатывать модель уже вот в таком виде. Больше вы ей ничего не сделаете. Если вы будете делать динамеш, вот эти пустоты все заполнятся. Если будете заремеш делать, такая же ситуация. И что бы вы с ней не делали, пустоты будут заполняться. Вот такая вот штука, но быстрая. И, в принципе, если ее нормально сделать, то, возможно, ничего и не понадобится дальше делать. Так, посмотрим сетку. Вот так все это выглядит. Все, всем пока, до свидания. Надеюсь, пригодится вам вот такой вот метод делать пустотелые модели. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok